Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Фабрика Новин. Меня зовут Катерина Фадотенко и мой сегодня это Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США. Витаю вас, пана Табах. Витаю, витаю, Украина. Витаю, новины, фабрика. Здравствуйте еще раз. С Новым годом, поскольку не виделись с вами еще в этом году. Витаю. Давайте начнем с, так сказать, ваших ожиданий от этого года, потому что в Белом доме заявили о том, что Соединенные Штаты, от ваших ожиданий в контексте помощи Соединенных Штатов Америки и Украине и от этой войны, потому что в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки имеют гарантированный план поддержки Украины на весь 2023 год. Каким он должен быть, по-вашему? Ну, у меня не изменилось. Это, по-моему, он должен быть то, что требует американский народ. То есть за то, что проголосовали в Конгрессе, это голос народа, голос Америки. И то, что нужно дать Украине как можно быстрее все, что ей необходимо для полной победы над врагом, который угрожает всему миру. Но дерется сегодня только Украина за это. И это понимает американский народ. И поэтому проголосовал, ну, единственный способ, который мы знаем, люди, может быть, там, наверху, там, все эти головы, они знают лучше, чем народ, как обычно. Ну, мы любим это из Советского Союза так думать. Народ тупо, а они там лучше знают. Но мы решили, что нужно дать Украине все необходимое, как бы упростить систему передачи оружия. То есть land lease. Но уже почти что прошло половину времени, что land lease должен действовать. По нему пока что Украина ничего не получила. По другим программам получила. Но, опять же, с моей точки зрения, очень мало. Ну, и не только с моей точки зрения, так же говорит ваш глава разведки, господин Буданов. И генерал Залужный говорит, что ему нужно. Причем они требуют совсем не так много, как мы ожидаем. И надеюсь, что Белый дом в этом году все-таки исполнит мое желание своего народа и даст Украине все необходимое оружие как можно быстрее. Вот сегодня уже заговорили о том, что вроде бы 50 Брэдлис готовятся передать, боевые машины пехоты, которыми мы сожгли практически все танки с пару Апачис и с несколько Апачис и Брэдлис в пуре, в пустыне. Это на моей памяти все это есть. Но генерал Залужный, ваш генштаб запросил 600-700 Брэдлис, 300 танков. Но начало хотя бы, опять же, мои надежды таковы, что это они говорят. Вот когда получат, патриоты, когда получат, обещали, я помню, обещали в самом начале МИГе, обещали землю с небом перевернуть. Потом много чего. Обещали штаб во главе с американским генералом создать. Обещаний было очень много. Но надежда всегда есть, что что-то получится в Конгрессе. Конгресс наш изменился. Будет другое давление, будут другие интересы. Надеюсь, что фокус все равно останется и увеличится для помощи Украины, чтобы Украине дали... Они говорят, что у них есть план, разработанный план на целый год. Хотелось бы знать, что это за план. Но мы его все равно узнаем, потому что мы увидим это. Но, опять же, тут время стоит... Сегодня время не деньги, а сегодня время — это жизни, это кровь. К сожалению, действительно, потому что каждый день сейчас просыпаемся и читаем новости, в том числе и с Солидара. Сейчас это тоже самая горячая точка в этом бою на фронте. И поэтому, действительно, каждый день — это жизни наших героев и российских мобилизованных. Об этом мы тоже поговорим, но хотелось бы у вас еще уточнить по поводу Ленд-Лиза. Вы говорите о том, что мы надеемся, что он заработает хотя бы уже в этом году. Что является точкой, препятствием, которое мешает заработать Ленд-Лизу? Ну, это Белый дом, это администрация сегодняшняя. Многие меня спрашивают вопрос, зачем тогда подписывался, зачем тогда президент Байден подписал этот закон. Ну, я думаю, что у него просто выхода не было, потому что так как супер-большинство проголосовало за него, у нас в Конгрессе, то есть больше 75%, то закон входит в силу с подписью или без подписи президента. Президент тянул, Конгресс тянул, дотянули до самого последнего, даже на день позже он подписался. Это потому что, опять же, тогда надо понимать нашу внутреннюю политику. Это Конгресс тогда был демократический, и он мог против своей партии, хотя они, мол, проголосовали за этот закон, а он против своей партии не подписывает. Или накладывает вето на него. Поэтому он подписал, но закон написан так, что он имеет право давать все, что угодно, все, что он считает нужным для Украины, стран-союзников, ну, для полной победы над Россией. Но вот он считает, что другими способами пока мы можем действовать. И многие в Украине его поддерживают, говорят, да, халява там идет, то идет, это идет. Поэтому он онлайн-виз не нужен, но мне это странно, потому что одна программа не мешает другой программе. Пусть дают и по этой программе пакетами, деньгами, и пусть дают железом, тяжелым оружием. Ну, говорят, что не хотят эскалации, не хотят того, не хотят того. Но мы сегодня уже видим, что и страны начинают не только делать только то, что Америка хочет, а сами понимают, господин президент Макрон, например, да, которого тоже ругали-ругали, а он сейчас, вообще, Франция всегда давала больше оружия, чем ей были за это благодарны, потому что Макрон сказал то, Макрон сказал это. Потом сказал, если правые придут опять пугали правыми в Италии, то Италия перестанет помогать. Вот пришла прекрасная женщина с правыми взглядами в Италии и увеличила помощь оружию. Надеюсь, что у нас то же самое, но у нас Конгресс поменялся, а не Белый дом, поэтому тут влияние намного меньше, потому что все равно последнее слово за Белым домом. Вот в 2014 году опять же Республиканский Конгресс проголосовал за летальное оружие, а Белый дом, тогда были президент Обама и вице-президент Байден, который отвечал за это, они наложили введы на это. И летального оружия, и сейчас мне начнут писать, оружие шло, нет, летального оружия не было. Только когда пришел следующий президент, он снял это, и вот получили там джувелины и стендеры, и снайперские винтовки. Поэтому, почему не идет лайн-рис, но частично, потому что с Украины идет все время тоже такой поток, а он нам не нужен, он нам не выгоден, вот последнее слышал, да, он нам не выгоден. Почему не выгоден, не объясняю, потому что потом надо будет возвращать то, что осталось. А выгодно гибнуть, потому что ничего нет. И вот этого я не понимаю объяснение. Сталину, Черчиллю было выгодно, а президенту Зеленскому не выгодно. Просто, может быть, если заработает программа Ленд-Лиза, то перестанет приходить помощь по другим программам и направлениям, и пакетам помощи. Почему? Почему одна должна остановить другую? Для этого они существуют, разные способы. И, ну, опять же, понимаете, тут тоже надо принимать какую-то психологию американскую, или вообще человеческую. Я вам говорю, Катерина, дорогая, вы умираете с голоду. В вашей студии люди умирают с голоду. Вам даю я крохи. Крохи, давайте я вам дам всю еду, которая вам необходима. Вы поправитесь, вы станете сильные, вы кушаете сколько вам нужно. А все, что не доедите, вернете мне обратно. Вот и все. А вы мне говорите, нет, не надо. Мне вот лучше давайте по крохам. Я говорю, ну, хорошо. Давайте тогда я проверю. А вы крохи вот эти, которые я вам даю, от которых вы умираете с голоду, вы их себе забираете, Катерина, или раздаете всем в своей студии? А вы мне говорите, нет, 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 нет. Вот аудита не надо. Потому что тогда вы работаете на моего врага. Но вы понимаете, что у людей складывается впечатление, что с вами что-то не то. Вы хотите, чтобы вам давали деньги, не проводили аудит. А вот железо, оружие, вам не нужно, вам тут невыгодно. Опять же, Сталину и Чочилю было выгодно, а вам невыгодно. Люди начинают задавать вопросы. А я где-то слышал, что в Украине вообще-то коррупция когда-то существовала. А может быть, Катерина коррумпированная? Может, проверить надо? Нет, если вы проверите, то вы остановите нам помощь. Подождите, если я вас проверю и все честно, почему я помощь остановлю? Если я проверю и вас не честно, тогда может быть. Понимаете? И вот это и начинается наезд, и начинаются оскорбления, и начинается, а вы трамписты, а вы евреи. Никаких аргументов, только такие вещи. Сегодня мне уже прислали Иван Яковина. Где-то в каком-то журнале вычитал, что Маккартни сказал, что договорился с трампистами. Кто такие трамписты, непонятно, потому что Маккартни тоже называли его трампистом, обзывали. Что он уже договорился со всеми, чтобы за него проголосовали, потому что они хотят урезать помощь. Плюньте им в морду. Вот всем трамп, им плюньте в морду. Это пишет у вас, уважаемый человек. Понимаете? Во-первых, я такого не слышал и не видел. Чтобы такой договор был. Договор был, что если конгрессменам не нравится то, что он делает, они могут поднять вопрос о его смещении. Я считаю, что тут ничего плохого не было, потому что из опыта с госпожой Пелоси, она творила, она с Китаем войну не развязала, они ничего сделать не могли. Потому что нет системы... Он согласился на это. Там еще какие-то вещи. Я не слышал, чтобы он что-то об Украине говорил. Он всегда был очень таким, который требовал атакам, который требовал танки для Украины, который требовал... Поэтому мы были все очень рады, что его все-таки выбрали. Потому что мы считали, что он очень... И вдруг вот господин Ряковина выходит с таким, и миллионы людей его слушают. Плюньте в рожу, он пишет, тем танкистам, которые говорят, что, понимаете, плевать в рожу половина Америки вам не поможет. Это неправильно. Голосовать не поможет. Сегодня, я считаю, такие люди, как я. Вы можете нас обзывать, как хотите. Такие, мое окружение, и вы, украинцы, наоборот, должны повернуть республиканскую партию, если вы думаете, лицом к Украине. А не плевать им в рожу. Лицом к Украине. Я пытаюсь добиться, и мои друзья пытаются добиться встречи с Таккер Карлсоном. Он ваш коллега. Да, он не политик, но он имеет огромное-огромное влияние на огромное количество людей в США. И мы считаем, что он неправ по отношению к Украине. Разворачиваться, не прийти и плюнуть ему в рожу. Потому что вы этим ничего не добьетесь. Вот сегодня я иду выступать перед огромной-огромной аудиторией еврейской общины. Очень влиятельной, одной из самых влиятельных аудиторий. Я уже знаю, я иду там, и Равина пригласил с Украины, чтобы он включился. Потому что я знаю, что там будет. Потому что я знаю, что они мне сейчас напомнят проголосование в ООН против Израиля. Понимаете, пользу Украине, этим вредят только Украине. Надо разворачивать людей лицом к себе, надо располагать людей к себе, политиков и все. Отвечать, плюньте им в рожу, за что? Еще непонятно за что, никто ничего не знает. Но уже призывы эти идут. Причем это, как бы говорится, элита Украины. Я не знаю, я иногда шокирован этой элитой, этой интеллигенции Украины. От них постоянно я слышу грубость и мат. Я всегда думал, что вот это была разница между элитой украинской и элитой русской. Потому что я всегда был шокирован, как матерятся российские офицеры. Как грубо они себя ведут. Почему генерал использовать должен матершину. У нас младший сержант уже не матерится, потому что это считается. Но другая культура, видимо. Поэтому, если вы себя считаете элитой или интеллигенцией, то мы должны все вместе работать для того, чтобы расположить и демократов, и республиканцев, и там трампистов или кого его еще хотите, как называете, там чеченцев, евреев, не знаю, привыкли вот эти советские вешать на целые группы людей и лейблы. Наоборот, располагать их в Украине, приглашать их в Украину, показывать им, что это такое, разговаривать с ними, а не призывать людей, плевать им в рожу. Я против этого. Я, к сожалению, не ознакомлена с этим постом Ивана Яковина и не могу его пока что найти, чтобы каким-то образом это прокомментировать. Меня ознакомили уже сегодня. По-моему, я в Фейсбуке его весил. Ознакомлюсь обязательно. Я, вы знаете, по поводу поддержки все же США еще хотела бы поговорить, потому что накануне Нового года стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки поставят Украине патриоты в ближайшее. Патриот один. Одну систему, одну установку. Также уже следует этому примеру Германия. Тоже одну установку Патриот будет нам отправлять. Вот как вы думаете, что стало катализатором изменений? Потому что действительно в начале войны полномасштабной и речи не могло идти. И даже о этих бронемашинах, которые нам будут поставлять, и о патриотах также. Когда можно будет говорить смело об истребителях F-16? Я думаю, что давайте будем смело говорить о патриотах и о Брэдли, если говорить о боевых машинах пехоты. Когда их поставят. Когда мы их увидим на фронте. И когда небо над Украиной будет прикрыто. Опять же, это пока что обещание. Но мне придает позитива, положительных эмоций, правильно сказать. То, что близкие мои товарищи, они говорят то, что это правда. Что эти 50 Брэдли будет и батарея тоже будет. Это уже будет. Тут уже никакого не обещания. Уже подписано. Пакуем мы это. Поэтому это мне придает очень... С одной стороны. С другой стороны, конечно, этого... Я опять же, у меня нету полной картины, как у ваших, у многих гостей. У них полная картина. Они все знают. И наш генштаб, и украинский генштаб. С ними советуются каждый день. Со мной нет. А дело в том, что обещаний было много. И каждый раз мы этому радовались, а потом ничего не было. И вот эти обманы, это очень плохо для боевого духа на фронтах. Поэтому, когда это будет, тогда мы будем об этом говорить. F-16 или Миги, или еще что-то. Я знаю, что много раз это обещалось. Это уже обсуждалось много раз. Но я думаю, что пока что этого в картине нет. Но дело в том, что хотелось бы, чтобы обсуждали А-10, штурмовики. Потому что если Украине надо перейти в контрнаступление, а Украине придется переходить в контрнаступление, то штурмовики нужны будут. Но для этого нужно, чтобы у Украины было превосходство в небе. Но опять же, поговорив с некоторыми нашими знатоками, генералами, они говорят, что и у России на сегодняшний день превосходства тоже в небе нет. Поэтому А-10 могут действовать при контрнаступлении. Но это военные вещи. Опять же, это ваш генштаб должен решать, а не я или другие ваши очень умные и знаменитые гости, которые видят будущее. Я будущего не вижу, но я знаю, что нужно Украине. Нужно Украине то, что просит ваш генштаб. Вот генерал Залужный вышел. Это же он не просто так один день проснулся и решил, что мне нужно там 300 танков, 500-600 БТР, БМП и так далее. Нет, это было решено военным собранием. Собрались люди, которые понимают, что у них есть полная картина. Поэтому я поддерживаю ваш генштаб. Да, прекрасно, что пойдут эти 50 Брэдлист, но генерал Залужный запросил 600-700. Поэтому, может быть, другие страны присоединятся. Конечно, это сложнее, когда разные системы действуют. Но лучше, чем ничего. Поэтому начало заложено. Я думаю, если мы будем продолжать давление на наши власти, если мы будем продолжать без мата говорить, что, ребята, нам мало, нам должны, а мы вам должны. И опять же, те голоса, которые говорят, мы ничего не должны в Украине, это неправда. Должны. Из-за Будапештского меморандума. Мы должны отвечать за свои слова и отвечать за свои обещания. Поэтому мы должны дать то, что требует или просит генштаб. Что я считаю, очень мало. Чрезвычайно мало. Это одна десятая того или одна сотая того, что мы бросили в Афганистане. В ближайшее время будет в конце, кажется, января встреча в формате «Рамштайн». Ожидаем много хороших новостей от этой встречи. Уточнить у вас хотела по поводу заявления представителя Госдепартамента США Неда Прайса. На брифинге он сказал следующее, что Соединенные Штаты Америки внимательно следят за сотрудничеством России и Китая в военной сфере и готовы принять жесткие меры в случае, если Пекин предоставит военную помощь Москве. Как вы думаете, насколько сейчас обостряются отношения между Америкой и Китаем? Они обостряются. Опять же, это, наверное, Катерина, это, наверное, вопрос не ко мне. Я такой к дипломатам, к политикам. Я человек такой, я больше в военной сфере. Это всегда есть. Когда дипломаты говорят, я всегда задумываюсь, что они имели в виду этим, потому что можно это воскринять тысячи разными вариантами, что они сказали. Это очень... С дипломатами мне очень сложно беседовать. Но я знаю, что у нас очень много в прессе, и везде, даже больше, чем про Украину, идет разговор про Китай. Потому что одна из вещей, что мы не хотим, и это понятно, я думаю, никто не хочет, чтобы Китай сближался с Россией. Но в моем, опять же, опыте, в моем маленьком мозге этом я не вижу. Потому что Китай и Россия, это два антагониста. Они очень близко друг к другу. Огромная граница. У них постоянные исторически сложные отношения. Так же, как у России с Турцией. Это исторически очень долго. Они никогда не жили и не были, не идентифицируют себя с русскими, с россиянами. Украине меньше в этом случае повезло. И пришлось довольно-таки долго жить с Россией. И поэтому, я так не думаю, но то, что Китай ведет экспансию, то, что Китай – это военная мощь, что Китай – это экономическая мощь, это не Россия. Мы в Соединенных Штатах Америки, да, это мы очень так. Ну и Китай мы раздражаем. Потому что тогда госпожа Полоси полетела на Тайвань. Это не помогло. Потому что наши отношения с Тайванем как были. Это все провоцирует Китай. Поэтому Китай очень, да, я думаю, что они наблюдают, как и все остальные тираны. Они наблюдают, что происходит с Украиной и как Запад на это реагирует. Если они видят, что Запад слабый, что Запад не включается и дает, смотрят, возмущаются, но наблюдают, как уничтожается нация, происходит геноцид. Мы говорим, ну да, но это там. Они это видят. А для них Тайвань – это тоже такая вещь. Поэтому они все сегодня переживают. Потому что китайская авиация летает над Тайванем. Корабли китайские вокруг Тайваня. Косово и Сербия тоже начали баррикады строить между собой. Когда еще в 2019 году они подписали договор о мире, у них были полеты между собой. В Израиле тоже. Хотя еще пару лет тому назад Израиль с Саравовым подписал мирные договоры. И посольства были между ними сегодня. Они все находятся в напряжении. В таком, в Иране, что у нас происходит сегодня. У нас каждый день идет пикет перед Белым домом дать ленды из Украины. Там люди и каждый день держат, что у нас называется, виджилант. А рядом с ними стоят иранские женщины. И они говорят, что иранские женщины часто держат украинский флаг. Они поддерживают, потому что они тоже... Поэтому, да, сегодня мир в очень напряженной ситуации. К сожалению, это уже мое личное мнение, это потому что слабый лидер в Белом доме. Потому что он не показывает, что он лидер. А кто был бы сильным, по вашему мнению? Ну, я знаю, сейчас на меня все на театре. Я считаю, что 4 года было спокойно. И в Израиле, и в Косово, и в Сербии, и с курдами Турции. Человек, который сидел и сказал, а, алкайда, вы в пещере, на тебе вам большую бомбу. И мы про ИГИЛ больше ничего не слышали. И про алкайду тоже. А Талибан тоже сидел тихо. Вагнеровцы зашли. Куда они идут? А идут, значит, их не будет. Иран сидел тихо. Между Израилем и арабами была тишина. Ну и, в принципе, статус-кво существовал в Украине. Пока ничего не происходило. Я знаю, что говорят, что ничего не сделал. Но в Украине тогда были дипломатические отношения с Россией. И с 2014 года по 2022, можно сказать, и границы открытые. И торговля шла. Поэтому что же вы хотите, чтобы Америка делала? Ну и таких много примеров. Президент Рейген был сильный президент, который показал, что он не боится, его шантажировать не надо. Он даже придумал космическую, я помню, Star Wars, Звездные войны. Это был фейк. Но Россия, но Советский Союз дал заднего. Они испугались. Это были сильные лидеры. Кеннеди был сильный лидер. У нас были в истории тоже сильные лидеры, когда мир жил довольно-таки в мире. Да, были недовольны, да, там плевались, ругались, но драки не было. Драки не было. А сейчас у нас идет такая вот, можно сказать, как сказал один не очень хороший человек, Мочилова в сортире идет. И убийство людей. Поэтому, да, это очень часто зависит от сильного лидера в Соединенных Штатах Америки и другим. Мы знаем, что во время таких времен неугодные люди всплывают, лидеры, как Маргарет Тэтчер, как Борис Джонсон, как, вы помните, как его ругали, что он развалит Евросоюз, работает на Путина, все то же самое, плюньте ему в рожу, смотрите с него его эти волосы, трамповские и так далее. Также был и Бен Гурион, и Голдер Мэйр, и Реган, и Чорчилль, и Рузвельт. Во время таких времен всегда появляются сильные люди. Сегодня мы видим, насколько популярен на Западе, опять же, я не участвую в вашей внутренней политике, но ваш президент сегодня чрезвычайно популярен на Западе как сильный лидер, который оказался в нужный момент на нужном месте. Вы видели, как ему аплодирует наш Конгресс, это на американский народ, Конгресс это американский народ, поэтому когда говорят, так как господин Яковлевин говорит, плюньте им в рожу, он говорит Конгрессу, половина Америки, а потом он же говорит, что такие как я хотят поссорить Америку с Украиной, потому что мы критикуем нашего президента, что он недостаточно действует. Так вот, американская философия это то, что президенты уходят и приходят, а народ американский, он остается, Конгресс американский остается, поэтому я не рекомендую плевать в рожу тем, кто... Тут услышали. Они остаются. А вот президента критиковать нужно, потому что он обещал, потому что он подписал, потому что есть закон американский и так далее. И вот такие лидеры всплывают, точно так же, как и военные лидеры всплывают. Когда нужно, всплывали Матгамори и Паттон, и объявили свои... После войны они не нужны, конечно, потому что их людей не любят, их меняют. И Чочеля поменяли, и Голгомаир поменяли, и всплывают такие военные гиганты. И сегодня мы видим генерала Залужного и его окружение, его генералитет. Вот вы знаете, я никогда не предсказываю будущее, да, оно может измениться, но одно я могу предсказать. Генерала Залужного, ваш генералитет, ваши боевые действия, которые вы ведете, мы будем изучать в наших академиях очень долго, очень долго. Эту войну мы будем учить, так как Вторую мировую войну мы учили. Но время проходит, конечно, и войны принимают другую форму, это уже устарело. Но на следующие 10-20 лет генерал Залужный будет на языках у всех профессиональных военных, во всех академиях цивилизованного мира. Поэтому эти люди, они всплывают, как Мойша Даян. Эти люди, потом мы их изучаем, да. Поэтому, да, есть такие лидеры, и они будут. И в Украине сегодня она показала такие лидеры. Опять же, я не топлю за Зеленскую, кого вы выберете, за того я и буду. Но, просмотрев и прослушав речь, ну, конечно, он актер профессиональный, человек не может ни встать и ни аплодировать этому. Поэтому я уверен, что если в 2024 году президент Зеленский бы баллотировался в США, он бы выиграл. Интересно. Интересный прогноз. Я благодарю вас за это интервью. Спасибо огромное за то, что нашли время и уделили его нам. Спасибо. Просто не забывай. Друзья, это был Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США. На этом я скажу дякую всем нашим глядачам. И так само нагадую вам, что вы на YouTube-канале «Фабрика новин». Не забудьте поставить вподобайку цему відео, прокоментувати его. И если вы хотите поддерживать нашу команду, зазирните в раздел «Спонсорство». Там передбачені бонуси и для вас. Дякуємо за то, что вы с нами. Субтитры создавал DimaTorzok